Всем привет, я Андрей Каспер. Сегодня просто невероятный маршрут мы прошли. Сегодня тастер участвует TR2, это мощный маршрут вообще такой жесткий. Всегда такие заряженные машины ехали с клиренсом 35 сантиметров на 37 колесах. Вот и мы тут ползем. Фух, офигенно, смотрите фильм, не пожалейте, очень круто. Ползем, не ползем, но едем, проезжаем. Удачно едем, прям вообще круто, съезжаем, эмоции переполняют. Ну вот, везжаем в TR2, начинается хоть какое-то веселье. Мы едем в составе, один Mitsubishi Pajero Karate, две Shimini и три Duster. Сегодня мы уже успели проехать в категории TR1, а один экипаж даже успел пройти TR0. Кстати, тоже очень живописный маршрут. Такой красивый, приятный, светлый лес. Классно, и реки текут. Ну-ка, один камышок, а второй бежает. Впереди очень крутой грязевый подъем. Сейчас там буксовал шевик, вон он поднялся наверх. Еле, еле, еле заехал. Второй более подготовленный, нормально идет. Ну, стал. Ух ты блин, не заскочил сразу. Вот, и начинаются буксы, как и у первого шевика. Разгончик нужен. Ух ты как, а. Ух, ну молодец, выгреб с места. Красавец вышел. Ну что, очередь крокодастера. Ну. Ну. Ну, молоток же, а. В один заход. Что значит моща под капотом, а? И хорошая прокладка между ровным и сиденьем. Поехали, Володь. А теперь очередь крокодастера. Заскакивает первый сухой подъем. И сейчас должен на все деньги залетать во второй. Ух, ух. Ай, красота. Есть. Очередь Дэна. Тоже подготовленный Дастер. Те же 27 сантиметров клиренса. Дизель. МТшная резина. Старые гудричи. Ах. Ах. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, уже резина дымится. Мне кажется, надо останавливаться. Стой. Стой. Вторая попытка. Чуть-чуть опустился вниз. Нет. Я думаю, до самого низа его надо опуститься. О! О! Перевалил. Красавец. Сам выскочил. С минимальным разгоном. Ну, я думаю, у Паджерика никаких сложностей не возникнет. Должен заскочить. Пока легко. Вот. Пошла нагрузочка на колеса. Ну, отлично. Сухие участки перемещаются с грязевыми. Перемешиваются. И опять крутые подъемы. Еще есть только колеи приличные. Прям тяжеловато. Дастер без понижайки. Как бы вообще не айс. Ну, нормально, отлично справляется. Это не хурла. Кстати, посмотрите фильм про хурла Кёрль и дастеров. Вот это был экшен. По полной оторвались. Ну, а что, дастеры сегодня прям молодцы. На удивление. А Паджерик вообще красавчик. Легко и непринужденно едет. Впереди очень длинный затяжной подъем. Еду в Паджерике. Снимаюсь с фотоаппарата. Поэтому трусить неимоверно. А там где-то крокодастера снесло в колею. Лег на бок. А вот и крокодастер. Пассажир уже. Выходят из машины. Или пассажирки. Красиво. Красиво тут его раскорячило. Но не перевернуло. Капитально лег. А вот так вот у нас вылазят до староводы. Ну что, заводись. Ну, вроде нормально. Масло не течет. Все на месте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ровно руль. Ровно руль. Ну что, красиво выехал. Все. Отлично. Денчик проходит этот же маршрут. Вполне. Кто предупрежден, тот вооружен. Таким же точно образом уже не поедут. Девушки по лесу бродят. Крутые подъемы продолжаются. Так что все приключения еще впереди. Нормальные такие камушки по пути. Ветер поднялся. Звук ухудшится. Денчик наверху снова подзастрял. Газует. Пыль летит. Камни выворачивают. Ну и наш неунывающий поджерик. Который пройдет везде. Шнивы ломаются. Дастеры где-то подвисают. Кстати, шнивы подвисают. А поджерик просто прет. Красавец. Это к спору о нивах, шнивах и поджерах. Еду на поджерике, на подножке. Экшн-камера у супруги вверху. Надеюсь, фотоаппарат не будет сильно штормить. Вот она дорога. Видите, сколько камней. Взлетали. Все поднялись. Вот он, Алексей. Не отвлекайся. А вот экшн-камера. В присядочку. Привет операторам. Как оператор оператору передаю тебе большой привет. А впереди такая приличная лужица. Ишнива первая покоряет. Ух ты. Опа. Да слово бульк прям кстати. Ого, тут очень опасно смотрится. Прям на пределе. На пределе проходимости. По уровню. Без шноркеля. И там еще какой-то прелом рельефа. Подвисло. А вот вторая какая лужа. Вот Ти-ТР-2. Начался. Надо, мне кажется, прощупать. Так вытонуть недолго. Но он, смотрю, рискует. Еще и в колее подвисает. Вот что хуже всего. Блин. У второго только шовика шноркель. Его бы отправить. Не лезь лучше, а. Прощупай лучше сначала. Иначе сейчас похоронишь. Вот так вот все эпиченько. Еще сел на дно. Его-то сейчас надо дергать. Как-то разменуться. Со шноркеля вперед пустить. Так, Женька уже. Ну что, покуда там глубина? Пока еще терпимо. Точнее, шнивы извлекают другим шевиком. Здесь бродят бродомеры. Все, что могла, померила. Да. Так, ну что там? Все грязненько, но живенько, да? Пока еще и нет. Вот видишь, что. Это воздуховод? Попала вода, нет? А тут еще дастером преодолевать маршрутик. Первую, вторую лужицу. Жестко. В общем, ребята, приключения. Нашли только в ТР-2. Да, ТР-1 и ТР-0. Нолики проехали у нас за полтора часа. Проскочили вообще, не заморачиваясь. ТР-1 за сколько? За два. За три, за четыре. Ну, за три где-то, да? За три часа. Офигеть. Он не захотел меняться. Он решил рискнуть. Загнул воздухан. Видите, он слева. Вот это дает. Вот это серьезный чел. Вообще не боится за машину. Молоток. Так, ну, шавик со шашноркелем уже не переживаем. Но вода захлест тут на капот. Это серьезно. Офигеть, какие потоки, а. Вот и водопад. Водопад. Очередь шака Дастера. Первый из трех Дастеров. Опаснее всего, конечно, так идти. Так, Саня решил вовсе тяжкие. Решил, а сюда-то нормально. Давай, пошел. Нормально. Вообще красавчик. Ай, молоток, а. Вообще класс. Не ожидал. Санька кричит, не знаю, слышно, а не слышно. Что фильтр сухой и совсем не пахнет. Ничего в воздуха не попало. Класс. Очередь Крокодастера. Нормально. Даже знак Реноне полностью покрыло водичкой. Саня так красиво вытеснил воду, как-то я даже не понял, как. Да не, нормально, глянь. Все веки глубже погружаются. Вообще Дастер нормально. Кайф. Третий Дастер. Денис. Парень подстраховался. Сразу одел трос. И, в принципе, правильное решение. Мудрое, я тебе скажу. Ух ты, ух ты, как он. На капот захлестнул зря. Но то, что трос одел, молодец. Говорит, Денис, как на свадьбу с ленточкой. Так, надеюсь, здесь так не захлестнет капот. Здесь стало уже поглубже. Ух ты, 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 ух ты. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Есть. Фух. Мой малыш. Это мой малыш. Все, все, все слышали. Твой, твой малыш. Красавчик. Ну что, я попал в воду. Нет, фильтр не попал. А, фильтр не попал. Ну, то нормально. Моторчик это ерунда. Так, а теперь посмотрим, как Паджерик справляется с теми же трудностями. Как мы поняли, ух ты, в подъем он идет бодрее. Остальных машин. А вот по лужам. Секундная остановка. Ты вообще не видел? Не, нормально, ну ты не спеша проходи, чтобы волна не попала. И все. Не захлестывал на капот. Вот это. Расходятся волны. Кайф. Ну что. И этот участок пройден. Теперь Паджерик номер потерял. Посмотрели по видео, в первой луже был. Точнее, до первой луже был. Во второй уже не было. Идем искать. Класс, нам повезло. Номер нашелся на выезде из лужи. На самом краю. Тысячу рублей сэкономили. Да, вообще круто. Поздравляю. Мы на ховере так номер теряли. Нашли через неделю в речке. Ехали по этому месту, через неделю нашли. Все, кстати, смотрите этот видос с ховером. Офигенный видос. Дальше еду с каркодастером. И, кстати, господа дастероводы, каптероводы и же с ними. ЕСП надо отключать. А то потом машина не едет на бездорожье. Вон красный значок горит. ЕСП офф. Вот это маршрут для нас. Экшен не кончается. Отличные лужицы. Класс. Так, денчик. Ух ты. На колея подсаживается. Одна машина без номера. Сзади вторая машина без номера. Красиво идет. Возвращаюсь и вот она грязь. Все конец, может это тупик. Нажимаю на газ, матерясь. Понимаю мой дастер мужик. Рубокий лужицы едут. Одна за другой. Он угрюм и только вперед. Через поле ползен напрямик. Он проедет, он не замрет. Да потому что дастер мужик. Потому что дастер мужик. Не пугает ни спуск, ни подъем. Двухлитровое сердце стучит. До конца этот путь с ним пройдем. Ведь не даром дастер мужик. Ведь не даром дастер мужик. Он до дома меня дотянул. Я немного его должник. В гараже спокойно уснул. Пусть усталый, но дастер мужик. Пусть усталый, но дастер мужик. Что ж мы сразу на ТР-2 не поехали, а? В единичках катались. Как говорится в поговорке. Лавировали, лавировали. Да не вы лавировали. А нам придется лавировать, чтобы пройти. Узкие места. Не знаю, как тут большие машины просачивались. Если даже маленьким сложно. Они там под северами. Так, узковато, но чуть-чуть палочка цепляет. Несмертельно. Опа! Опа! Вообще неожиданно. Казалось бы. Включи полный привод. Должен пролететь, но нет. У крокодастера не сработал полный привод. Попытка номер два. Не заезжает. Газует. Блин. У крокодастера вырубился полный привод. На передке пытается заехать. Но у него на хорлакель вырубался, перегревался почему-то. Городит, что-то проблема с полным приводом. Ну, у тебя, кстати, периодически вырубается. Да, загорелась пила. Это проблема полного привода. В начале маршрута подстуфливал немножко. Короче, у нас же включается вправо полный привод. А у меня стало влево почему-то. Друг всегда спасет друга. Придет ему на помощь. Шокодастер. Шокодастер вытаскивает крокодастера. И денчик. Как там он? Нормально хватит, а так пойдет. Ух ты, ух ты. И тут не все так просто проходит. Сложненький выезд. Но уверен, что поджерик не подведет. Да, никаких буксов. Вот они от номеров. Шокодастера есть, но все, что видно, это 123 регион. Краснодарский край. Больше не рассмотреть. Отличная маскировка. Как ну-ка, ТР-2 с бутербродами ехали. Да? Да. И Вовка сзади на переднем приводе шарашит. Вон, виднеется в заднем окне. Да, я ваш ТР-2 на передке прохожу. А, так и есть. Пока идет нормально. Все лужи, все грязь проезжает. А вот и грязь с колеей. Ух ты, ух ты. Шевик так нормально подгазовывает. Вообще зачетно пошел. Ого. Плюсовую клемму скиньте, или ты минусовую хочешь? Да, пухер. А хотя нет, минус-минус, минус сбрасывают ошибки, да. Ну, но меня тут зовут. Не, меня укручат. Заманчиво машут. Придется идти. А ведь на небе только и разговоров, что о моем самогоне. И о моих бутербродах. Да. И вот они все здесь. Давай, задарю. Задарю? Девчонки. У нас, что ли? Да. Да, сегодня же все девчонки Дарьи. Да. Поэтому за нас. За вас. С наступающим. Передний приводный Дастер сейчас будет преодолевать бревнышко. Да, я тоже сомневаюсь, что он заработал. Ну, прям по-взрослому едет. Ух. Ну, для того, чтобы протащить кака Дастера через длинную лужу, все-таки пришлось цеплять его на трос. Пошел тандемчик два Дастера. Шнифки тут так нормально буксовали. О, а о, пожалуй, бы застрял все-таки. Хотя я хотел сам попробовать. Но уже вечереет, солнышко опускается. Хочется быстрее попасть в лагерь. А то все уже там, а мы после ТР-0, ТР-1 и ТР-2 чуть опаздываем. Чуть-чуть ему не хватает зацепа резины, потому что старые гудричи. У Шокодастера и Крокодастера новая МТХ. А у Денчика старенький гудричи. Кстати, Шокодастер на них раньше ездил. На первой даре он был на них. Не-не-не, разгона нет. Попытка не зачтена. И он еще, кстати, колею режет. Межколейку точнее. Вон, колесом прям трет по ней. Сейчас скажу в рацию. Опять режет. Ну, с другой стороны, идет. Идет, 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 идет. Вот молодчик. Ай, какой красавчик. Как разгоняет волну, а. Давайте его руками возьмем за трос и подтащим чуть-чуть. Ну, и Паджерик остался. Крырыки на подножку проявите. Опять я буду сейчас доезжать на нем, на порожках. И снова по отработанной схеме. На скользкой подножке Паджерика. Она вся в грязи. А впереди, как всегда, крутые подъемы. В общем, вот так вот я еду. И Веру надо подобрать. Девушка с нами. Становись, становись. Едем четвером. А, как тебе? Гаев. Ну? Шик. С ветерком, как обещали. Ой, я никогда так еще не каталась. И дорога впереди красивенькая, сухенькая. Подъемчики. Солнышко заходит. Ляпота, да и только. Здесь впереди сложный участок. Можно поехать налево, вроде нормальная дорога. И прямо. Переднеприводный круг от Дастер. Ох, нога сзаб. Денчик на полном приводе. Поэтому помедленнее. Можно было и по этим лужам проехать. Которое сейчас слева видно. Но мы уже чисто опаздываем в лагерь. Там все собрались, потому что в основном ехали люди по одному маршруту. Максимум по два. Мы сегодня три успели. Не все, но один наш экипаж успел три маршрута проехать. Это Денчик на белом Дастере. И Вовка справляется, а? Хорошая татария. Нормально так. Машинки катают здесь. Но он не выйдет сам. Сразу цепляй, конечно. Вова, цепляйся. Еще один сложный участок. Такая глубокая ныряющая лужа. Поэтому сразу подключаем. Ух ты! Ух ты! Ну-ка. Кстати, на трассу лучше выходит, чем самостоятельно. Нифига себе, Денис! Вот это вещи творит! Надо будет посмотреть обратно фильтр. Не забил ли ты, да? Не могу опять попасть. Потому что очень красивый эффект на луже проезжаешь. Газуешь от души. На лысой резине как-нибудь. Да я понял, да. Лучше такая МТ-шка, чем... Чем какая-нибудь шоссейка. Едет, едет. Ну что ты справляешься? Почти везде выезжаешь. Нормально. Ни разу еще нигде ни за кого ни тросом не цеплялся. Только вот одно место, где пацаны меня проделали. А, да. Ну это два человека не считаются. Ну это еще два ВД, короче. Да, да, да. Ну я думаю, поджерик не будет так эффектно нырять. Он более аккуратно пройдет. Ну, кстати, да. Да. И на него нагрузочка. Чуть-чуть, смотри, клиринса тоже не хватило. А впереди села Шнива. Та, которая менее подготовленная. Уже так довольно давно копается. А мы их только догнали. Мостом цепляет. Отсюда даже видно, глубокую колею оставляет. Вон, видите, посередине чертит. Хорошая резина у него. Позволяет туда-сюда ездить. В помощь вступает одна человека сила. Но, похоже, уже сел. Офигеть, колея. Жесть. Придется цеплять. До последнего борется, а. Не хочет, чтобы его вытащили. Давай, 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 давай. О, давай, давай. Вот, девчонки помогают. Кричат. И сразу, сразу поехала. Сразу поехала машинка, а. Красавец. Справился. Ой-ой-ой. Резина замылилась. Уже здесь. Еле тянет. Осталось совсем чуть-чуть. Проехали практически половину маршрута. В общем, к ночи, надеюсь, завершим. Так, у нас идет тандем дастеров. На привязи. Ух ты, шока, как красава, а. Молоток. Ай-яй-яй-яй-яй. Грязь летит во все стороны. Всего обляпали. Ну, в ходе объектив целый. А Дэн, кто у нас там? Дэн Дастер, короче, едет. Нет, на Видастер. А, на Видастер. Все время забываю. Не привык еще к его кликуке. Ай, красавчик, а. Идет. Сам, сам. Все сам, своими руками, а. А, здесь чуть-чуть не хватило. Клиренса не хватает, режет грунт и все. А зацепа резина не тянет. Хозяин, я пришел. Давай, давай. Попроси, чтобы они тебя тросом чуть подтащили вперед. А, Вова, Вова пусть подтянет тросом. Как Адастер. Что творит, а? Он не только на гитаре играть умеет, Женя. В общем, он и толкать умеет, и на гитаре играет. Еще и сам песни сочиняет офигенные. Это он сочинил. Песню, дастер мужик. Он упал, больше сердца не билось. Замыкающий Паджерик. Он отлично справляется с этой ролью. И здесь никаких сотруднений. Сама скучная машина, это Паджерик. Ну, еще Шевик впереди идет, черный. Он тоже скучный автомобиль, везде проезжает. Но так как он первым идет, я его просто не могу снимать. Евгений, Доби. Как ты? Жив? Больше жив, чем мертв. Тебе еще сегодня в конкурсе бардовская песня выигрывать. Что, Саня, говоришь? Длина лужа нелегко далась? Лужа далась нелегко, да. С Вовой на прицепе. С Вовой на прицепе. 5000 оборотов, и у него, и у меня. Но... Результат есть результат. Ползком, да. Мощным рывком, все же заехали. Молодцы. Красиво. Очень эпично сегодня идете. Вот, что... ТР1 был ни о чем. Вот ТР2 такой. Вот то, что нужно. Насколько был ни о чем ТР1, настолько эффектный был ТР2. Поэтому ТР2, ТР2, который мы сегодня прошли, конечно, можно назвать ТР1, скорее всего. Вот тут реально соответствует. Мы не претендуем там на какое-то там супер покорение, что мы ТР2 прошли. Но маршрут достойный. Очень достойный. Очень все довольны, все понравилось. После ТР1 прям... Ой, небо и земля. Сказка. Зашел он нам очень хорошо. Да. Прям вот с душой проехали, ух. Хотя вот еще на тех лужах, где тут самых крупных двух там в начале маршрута. Казалось, сейчас мы, может быть, развернемся и поедем назад. Но нет, все прошли. В общем, все звезды сегодня. Все. Все звезды. Все друг друга затмевают. А Вера вообще... И вон девчонки звезды сидят. Вот так вот. Как вам, кстати, поздравления с 8 марта наступающим, а? Шикарно. Вот. А вы, кстати, знаете, как тебя Паджеро зовут? Он сегодня получил высокое звание Паджеро Дастер. Потому что ехал хорошо. Олег на Шниве, который поломался. У нас Шнива Дастер. Да, да, да. А Алексей на Паджерике. Паджеро Дастер. Все. Шевик снова застрял. И, кстати, его сейчас по рации сказал, Кракодастер, что у него очень плохие тормоза. Он, наверное, БСС и оторвал что-то здесь в луже. И поэтому он и едет плохо. И пила загорелась. Что-нибудь с этим связано. Ну, это, конечно, мои предположения, но вполне возможно. Он прям упирается здесь. Грунт не получится. У каждой марки автомобиля свой помощник. Шнива помогает Шниве. Ну, а Дастер Дастеру. И только Дэн едет сам. Не в паре с Паджериком. Никому не помогают. В этот раз привязали не динамический, а обычный буксировочный трос. Ну, какой был. Ну, и, в принципе, его хватило. Так, не его в паре прошли. Пара Дастеров. Ох, красота. А почему пара? А, нет, один. А, ну да, все просто. Тут есть объезд. Хотя нет. Вова решил сам разрез колеи. Ничего себе! Молодец. Хорошая задумка. Постарался, но нет. Так. Вот это, да? Нифига себе! На переднем приводе. Оказывается, Жека его толкал. Я не заснял этот момент. Нифига он сам не может. Этот куда? А, этот полный. Этот идеально. Только что проехали сложный участок. Были сомнения, проедли крокодастер. А он проехал. Неожиданно. Рвет шаблоны. Ну, лихо. Прошел. У меня такое чувство, что крокодастер пройдет. Навидастер. И Паджеро Дастер. Ты сегодня очень достойно ехал. Поэтому получаешь высокое звание Паджеро Дастер. Вот это спуск впереди. А вот если бы здесь после дождя ехать, несло бы очень круто. Ребят, Вова, тут очень крутой спуск будет. Аккуратно, проходи его. Вот он, спуск только что прошли. На камере особо и не видно. На самом деле, когда сверху, ух, Вовчик, без тормозов. Уезжает начало спуска, но, надеюсь, хватит, чтобы удержать машину. Не снесло вбок в колею. Наконец-то прошли ТР-2. Выехали на трассу. Че у Шевика капот поднят? Че случилось? А че случилось, наверное, закипел. А, закипел. У тебя радиатор забит грязью. У нас у всех машины едут. Руль болтает, колбасит. Колеса забиты грязью, вообще колбасится капитально. Но все счастливы, видите, как довольны, а? Сколько впечатлений и эмоций получили. ТР-2 это то, что нам и хотелось. ТР-1 что-то мы не почувствовали. Не впечатлил вообще. Да вы еще на нуле не ездили. Там вообще жесть. Бибикалка не бибикает. Саня поломалась. Ну хоть что-то должно было в машине сломаться. Пусть это будет бибикалка лучше. Гудок сигнал. Наша команда возвращается в базовый лагерь. Красавцы. Даже организаторы обратили внимание. Опа, в нашу честь наши сигнальные ракеты запустили. Нормаль. Все прошли сегодня. Класс. Кстати, уже почти все разбрелись, пока мы приехали. Но ничего. Лучше пройти все маршруты, чем раньше приехать в базовый лагерь. Это приехали наши победители бездорожья. Да. Наши победители бездорожья. Это заказуха, я не буду. Третье место из их команды Паджеро, номер 161. Виола это латентный патрулевод, владелец Митсубиси. И мы поздравляем ее с третьим местом. И награждаем ее сертификатом от магазина Кубань 4х4. Виола член команды, поэтому она уполномочена. Спасибо. Второе место занимает Дастер, который ПРЭ. с номером 725. Скромно к пивку, до раночки икриной. Ух ты. Магазина закуски к пиву. Браво, ребята, вы что не поаплодируете? И первое место Дастер ПРЭ, 763. Саня, поздравляем. Ему достаются диодные фонари от компании «Фанарелэнд». Теперь они будут покорять наши красоты ночью. Было хорошо, было так легко, полтораха пива и тарань. Звонит мне, братан, шаклы доставай, Собаки хватай, уходим вдаль. И только Дарья в марте освещает путь, Колеса, стравленные в нули, не повернуть. Трещит лебедка и танкрат, И каждый джиппер будет рад Вернуться в лагерь, где налит уже стакан. А куда газнуть, Штурман знает путь, Штурман уже выпил 2-0-7. Стрежим через брод, Штурман Ёлкин же твой рот, На короткий путь здесь время нет. И вот сидим, грустим, Хорошо сидим, Эва уже едет на сигнал. Я достал мангал, Мясо кучно нанизал, Самогон достал, готов встречать. И только Дарья в марте освещает путь, Колеса, стравленные в нули, не повернуть. Трещит лебедка и танкрат, И каждый джиппер будет рад Вернуться в лагерь, где налит уже стакан. Миво и УАЗ, Дастер тоже лезет в грязь, Здесь прийти на помощь, это долг. Запчастей в окон Мы всегда с собой везем, Мы всегда с тобой домой придем. Десятый раз нас Дарья собирает тут, Колеса, стравленные в нули, не повернуть. Трещит лебедка и танкрат, И каждый джиппер будет рад Вернуться в лагерь, там, где ждет его братан. Молодец! Молодец! Сейчас мы подведем итоги конкурса на джипперскую песню. Евгений Гусаков, подойдите, пожалуйста, ко мне. Уехал, куда он уехал? Саша, получи за него. Пожалуйста, пожалуйста, эту гитару вручите Евгению самыми, самыми, вот так вот. А вот возвращается исполнитель бардовской песни, Которому досталась гитара, Жека! Поздравляем! Ты красавчик! Круто! Как? У тебя ж поломана твоя! Не ожидал? Что с твоей гитарой, Жека? В нее гриф подваливается. Вот! Я ж помню, там что-то ломалось. Я как раз в тему. Вот все. Теперь, чтоб на все покатушки брал, и на следующую дарь, чтоб с ней приехал, сказали. Да? И спел новую песню. Да! Мечта идиота, да? Радость обладателя гитары. Как ты, Женька, радуешься? Да я просто вот не знаю, штаны мокрые. А закончился этот прекрасный день под залпу великолепного салюта от организаторов. Но если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии, буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале, с вами был Андрей Каскер.